Равные условия для всех предпринимателей Уфас по Карачаево-Черкесии усиливает контроль за наружной рекламой. Особое внимание уделили профилактике нарушений. Мы помним и гордимся офицеры регионального следственного управления посетили ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты выявлено полицией Карачаево-Черкесии. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Новая точка роста при Кубанском районе ученики продемонстрировали на практике свои знания по химии, физике и биологии, используя современное оборудование. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. С вами Дарья Тендит. Правительство России утвердило отдельные требования к назначению и предоставлению федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки. Все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки и при минимальном количестве бумажных документов. Заявления граждане могут подавать через госуслуги или МФЦ. Все необходимые документы ведомства должны получать с помощью информационного взаимодействия между собой. Также постановлением определен предельный срок рассмотрения документов для назначения той или иной меры поддержки. Регистрация заявления должна занимать не более одного рабочего дня, получение межведомственных документов до двух рабочих дней. Извещение о назначении или отказе меры поддержки должно поступать гражданину в течение одного рабочего дня. Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии усиливает контроль за наружной рекламой. Подробнее об этом говорили на заседании в региональном ведомстве. Эксперты рассказали представителям органов местного самоуправления районов республики о рекламном законодательстве. Необходимо обеспечить равные условия для всех предпринимателей. Незаконные конструкции дают недобросовестным конкурентам преимущество, а также нарушители закона не направляют отчисления муниципалитеты. На совещании еще раз напомнили, что неисполнение предупреждения – это признак нарушения закона о защите конкуренции. Особое внимание уделили профилактике нарушений и работе с органами самоуправления муниципальных районов региона. Данное мероприятие было проведено в целях исполнения поручения Федеральной антимонопольной службы. В целях этого поручения нами были направлены запросы. Запросы направлены в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Кочерковым является Министерством строительства и ЖКХ Карачао-Черкесской Республики, а также во все муниципальные районы и города Карачао-Черкесской Республики. Были получены ответы, они проанализированы. И по результатам этого анализа, а также в целях в будущем предотвращения нарушения законодательства в области рекламы, нами было проведено данное совещание. Ранее в 2015 году законом 43 РЗ полномочия были переданы по утверждению схемы размещения рекламной конструкции, а также по выдаче разрешений, аннулированию разрешений и демонтажу самовольно построенных рекламных конструкций, переданы в адрес Минстроя. Но за исключением мэрии и муниципального образования города Черкеска. Спасатель летчиков. Именно этим и занимается подполковник Рустам Магомедов, организовывая спасательные операции в зоне СВО. Всего на его счету 50 спасенных жизней на территории спецоперации. Рустам Магомедов является уроженцем нашей республики. Он не только руководит, но и участвует в спасательных операциях. За спасение раненого летчика из плена получил Орден Мужества. Наша главная задача – оказать первую помощь нашим боевым экипажам, спасти их жизни. Самая ответственная задача руководителя во время нахождения в зоне СВО – это не только спасать, но и координировать действия спасателей, отмечает подполковник. Это специфическое направление – это поиски спасения экипажей, потерпевших бедствия, то есть совершивших вынужденную посадку или вынужденную покидание воздушного судна. За полчаса до вылета мы уже знаем, куда примерно экипажи полетят. И, соответственно, их сопровождаем на вертолетах. В случае вынужденного покидания подлетаем, способ десантирования определяем уже на месте от ситуации и эвакуируем экипаж. Были случаи, когда на вертолете невозможно было подойти в ту зону, где сбили экипаж. Приходилось спешиваться и своим отрядом убывать туда до 20 километров и эвакуировать экипаж с места бедствия. Офицеры регионального следственного управления организовали акцию «Мы помним и гордимся». Они посетили ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Затем рассказали об их подвигах в социальных сетях. В ходе встречи сотрудники поздравили ветеранов с праздником, вручили им подарки и выразили самые теплые благодарности за неоценимый вклад каждого в Великую Победу. В Карачаево-Черкесии полиции выявлено незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике выявили факт причинения имущественного ущерба энергоснабжающей организации, совершенной 43-летним жителям села Чапаевского. По версии полиции, подозреваемый совместно с неустановленными лицами для обеспечения деятельности майнинговой фермы по добыче криптовалюты внес изменения в электрооборудование, тем самым организовав безучетное потребление электроэнергии. Прибор не отражал весь потребляемый объем. Ущерб составил более 352 тысяч рублей. Следственным отделом по Прикубанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция на стороне света, но в пределах разумного. В Карачаево-Черкесии инспекторы ГИБДД Республиканского МВД объявили охоту на любителей сумрака и запрещенного тюнинга. Дополнительные профилактические мероприятия нацелены вывести всех, кто управляет автотранспортом из тени тонировки, а также создают опасность для остальных участников дорожного движения. Ахмат Халкевичев продолжит. По требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, светопропускаемость должна составлять не менее 75%, а степень затонированности полицейские определяют с помощью специальных устройств. Снижение светопропускаемости передних стекол автотранспорта относится к категории грубых нарушений правил. И, как заверяют полицейские, к данной группе нарушителей с их стороны никакого снисхождения быть не может. На уровне безопасности дорожного движения сотрудники ГОВС автоинспекции дают весьма исчерпывающий ответ. Также полицейские отмечают, что любители сумрака идут уже вынуждены на еще одно нарушение, которое крайне серьезно влияет на общий уровень безопасности на дороге. Пленочное покрытие, нанесенное на переднюю часть автомашины, ухудшает обзорность места водителя. Вследствие чего некоторые водители устанавливают дополнительные световые оборудования гораздо мощнее, чем предусмотрено его техническими характеристиками. Вследствие чего ослепляются водители, которые направляются в попутном движении или во встречном направлении, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. И вне рейдовых мероприятий инспекторы выявляют любителей оставаться в тени тонированных стекол. За первое нарушение полицейские выписывают штраф в 500 рублей и требования на устранение несоответствия в течение суток. А вот если любитель сумрака попадается во второй раз, то ему помимо того, что возрастает сумма штрафа, может грозить и заключение со сроком до полумесяца. Ахмат Халкищев, Олег Махужев, Вести Карачаево, Черкесия. Новая точка роста. При Кубанском районе торжественно открыли место притяжения для школьников села Талык. Ребята продемонстрировали на практике свои знания по химии, физике, биологии, используя современное оборудование. Смотрите подробности. Десятиклассник школы села Талык активно движется к будущей профессии. Карим Теунаев мечтает с детства стать врачом. Благодаря новой цифровой лаборатории школьник подробно изучает биологию, химию и использует свои знания на практике. Карим определял частоту дыхания, подключив специальное оборудование. Этому он научился во время внеурочной деятельности. Эти все приборы нам помогают людям выяснять, какие у них сердцебиение или дыхание. Можно понять, что у них, какие симптомы. Сенсор механического дыхания грудной клетки. И с помощью... Наш сенсор смотрит на грудную клетку. С помощью вдоха и выдоха он понимает ритм дыхания человека. Торжественное мероприятие в честь открытия точки роста проходило по всем правилам. Гостей встречали с хлебом и солью, а школьники подготовили зажигательные танцы и читали стихи. Точка роста – это сила. Точка роста – это класс. Скажем честно, наша точка удивит сегодня вас. Новый кабинет в школе является центром притяжения для школьников села Талык. Возможности таких кабинетов велики. Новая цифровая лаборатория школьникам села позволяет проводить самые разные опыты и эксперименты. Ребята на практике через проектную деятельность узнают химию, физику, биологию на новом уровне. Цифровая лаборатория у нас Релион и Битроникс. Битроникс – это у нас цифровая лаборатория по нейротехнологии. С помощью него мы можем спокойно определить электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, частоту дыхательных движений, легких и так далее. А с помощью цифровой лаборатории Релион мы можем спокойно определить датчиками освещенности, например, уровень освещенности кабинета. Мы можем определить с помощью датчика температуру раствора и так далее. Учитель химии и биологии отмечает большую заинтересованность школьников от самых маленьких до старшеклассников. Несмотря на то, что некоторые из них еще не изучают физику и химию, с проведением простых экспериментов ребята справляются. Благодаря внеурочной деятельности они узнают много нового интересного и даже могут определиться с будущей профессией. Наши учащиеся не могут выезжать часто в город, например, в центры дополнительного образования. Поэтому благодаря вот этой цифровой лаборатории они могут спокойно проводить исследования на уроках. То есть определять, допустим, электроэнцефалограмму головного мозга, электрокардиограмму, например, сердца и так далее. То есть это им очень важно. Мы были вообще очень счастливы, когда нам объявили, что в нашей школе с этого года начиная будет функционировать центр образования «Точка роста». Такие классы открыты в девяти школах Прикубанского района. До конца 2024-го планируется открыть еще три в Ильичевском «Ударным и Счастливым». На протяжении всего учебного года наблюдала за работой каждого центра. Но хотелось бы отметить, что педагоги данного центра образования, наряду с остальными нашими, также руководителями центров образования, проделывали успешную работу. Вы знаете, использование оборудования, цифрового оборудования требует достаточно кропотливой работы. Но я думаю, они справились вполне успешно. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район. Далее смотрите интервью о летнем отдыхе детей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.